Верите ли вы в Божью любовь? Безусловно. Верите ли вы? Верите ли вы в прощение грехов всех? Верите ли вы в жизнь вечную? Что она будет у всякого истинного веры. И она уже есть. Но вот эти все дары, все, что вы сейчас ответили утвердительно, я так надеюсь, это все дарует и делает для нас Богом. А что же Он ожидает от нас? Он что-то ожидает от нас? Он что-то хочет? Как будет Бог? Бог хочет, отвечу Бог, и производит в нас и желание, и хотение послания благоволития. Он хочет, чтобы мы были угодными. Он хочет, чтобы мы служили Ему. Он хочет, чтобы мы стремились и достигали мира. Чтобы мы достигали любви. Чтобы мы хранили веру. И так далее, и так далее, и так далее. Это все Он хочет. Но этими делами, если мы будем это исполнять, мы отнюдь не зарабатываем себе спасение. А наоборот, утверждаем ими, мы утверждаем, что оно у нас уже есть. Это наше благодарное сердце побуждает нас так поступать. И этими делами мы благодарим Его за дарованное нам спасение. Господь Иисус даровал нам прощение и спасение без всяких условий. Божья любовь безусловная. И вот первый текст, Римлянам 5 глава. Давайте прочитаем. Бог свою любовь к нам доказывает. Тем, что Христос умер за нас. Когда мы были еще вечными. Когда мы не сделали ничего хорошего. Мы не потянулись. Мы, наоборот, жили прошивой жизнью этого мира. И наслаждались. Он уже тогда возлюбил. И эту любовь доказывает, что Христос умер. Две тысячи лет назад. И эта жертва дана нам, чтобы мы могли любить. Чтобы мы могли прощать. И для этого Господь оставил для церкви. Для нас с вами вот таких злых, несовершенных. Это средство благодати. Которое вы видите сейчас перед собой. Заповедь причастия. Которую мы сегодня будем исполнять. Я вам уже сказал, что еще есть это название. И вечерия Господня. Есть еще название Юхаристия. То есть благодарение. Это праздник Божьей любви. Божьей милости и прощения. И Господь приглашает. Вы понимаете? Приглашает всех своих детей. Всех верующих. Принимающих жертву. Его Сына Иисуса Христа. Разделить с ним эту трапинку. Это как прообраз вот его пира на небесах. Какой слабый прообраз. Он заповедовал нам это делать. Воспоминания о страданиях Иисуса Христа. Но не только. И о том результате. Которые эти страдания. Эта жертва принесла нам. Это не печаль. Это не помиды. Это праздник. Это радость со звезами на глазах. Вот так можно говорить. На этот день мы напоминаем себе, что мы уже не свои. Мы куплены. Дорогою цену. И мы принадлежим. Носкрешему измерению. К живому. Господу Иисусу Христу. Который, как вы знаете, пришел на эту землю. Чтобы искупить нас. Вот как написано в названии евреев. Вместо придержавшей ему радости. Он претерпел крест. Он претерпел эти мучения. Для чего? Ну для чего? Ну подумайте. Господь Создателем всего. Он претерпел крест. Для того, чтобы всякий верующий в это не погиб, но имел жизнь вечную. Это мы знаем. И вот далее. Третий стих написано. Помыслите. Вот сегодня хотя бы. Найдите вот это время. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников. Для чего? Чтобы вам не измолочь. И не ослабеть душами вашими. Это написано, чтобы мы укреплялись этими словами. Когда мы идем по этой жизни и встречаем непонимание, оскорбление, гонение и так далее. Чтобы мы понимали, что Тот, Которому надлежало было жить в радости только. Принимать хвалу и благодарение. А Он принял мучения за нас. Чтобы мы вели себя, жили достойно Бога. От полноты Которого мы приняли и благодать нам нужно дать. Аминь. Кто-то скажет, наверное, уже подумал. А что же это за благодать такая? В унижении, в оскорблении, в притеснении, да еще и незаслуженных. Что это за благодать такая? Хочу напомнить вам слова, очень важные слова апостола Петра. Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо к тому вы призваны, потому что и Христос пострадал за вас, оставил нам пример, дабы мы шли по следам Ему. Он не сделал никакого греха, в отличие от нас. Никакого греха. И не было лести в устах Ему. Будучи злословим, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал все. А не предавал все то судьи правил. Аминь. Мы можем сказать аминь. Но так мало кто поступает. И многие, к сожалению, не делают это. А потому не только не могут угодить Богу, но еще и наносят Ему раны в Своем непослушании. Господь Христос оставил нам пример, но у нас, извините, другое мышление. Чего это ради я буду страдать за свое добро? Ну вот так. Это логично. Чего это ради я буду страдать? Это Христос не злословил, не угрожал. Потому что Он Бог. А мне, если я так поступать буду, на голову сейчас. И ножки свистки, метушки, метушки, да? Я буду отстаивать свою справедливость. И теми способами, какими считаю правильными, нужными. А Иисус тут мне не указал. И Его методу предавать все Всевышнему Судье, мне тоже не подходит. Слишком долго ждать воздаяния. Мне нужно сейчас, чтобы моя справедливость, чтобы моя правда восторжествовала здесь и сейчас и немедленно. И так, как я хочу. На моих условиях. Я хочу сказать тем, кто так думает, а я знаю, что есть люди, которые именно так думают. Подождите называть себя верующими. Потому что так дети Божьи не поступают. Подождите называть себя верующими. Сегодня причастием праздник безусловной милости и прощения Божьей. Я хочу перефразировать слова Александра Сесиревича Пушкина, который сказал о Москве. Но я скажу о благодати. О благодать, как много в этом слове для сердца верного слилось, как много в нем отозвалось. Аминь, да? Аминь. Никто из людей не может до конца понять и уразуметь все увеличие Бога о благодати. Оно нам непонятно. Слово благодать – это что-то абстрактное такое. Мы знаем, что это добрый дар. Ну, научно. Это добрый дар. Вот есть одно определение, которое мне очень нравится. Я думаю, что лучше мне не сказать. Благодать – это получить все ни за что тем, кто не заслуживает ничего. Вот такой каламбурчик со словом «все» и «ничего». Благодать – это получить ни за что. Все тем, кто не заслуживает ничего. И первый небожитель, ну, как мы всегда, как примером из Писания, мы должны это доказать. Первый небожитель, как вы знаете, это кто? Разбойник. Разбойник на кресте, да? Вот. Он вкусил благодать. И совершенно незаслуженно, как вы знаете, он получил от Господа обещание, да? Ныне живет в Господа обещание. И для этого он ничего не сделал. Он не сошел с Христа, он не стал просить у своих жертв прощения. Он не вернул награбленное. Ничего не исправил в своей жизни. Но благодать пришла. Благодать пришла, когда он увидел в Иисусе распятым рядом с Ним и страдающим так же, как и Он, Господа и Бога. Он признался на свои грехи и сказал, что он достойное наказание по делам своим принимает. Он достойное принимает. И попросил Христа одно. Оказать Ему милость. Просто вспомнить о Нем, когда Он придет в Царствие. И ответ незаметный. Ответ незаметный. Тут же Господь сказал, что Ему нету Богуса. И это ответ и есть. Благодать действий. И вот мы тоже собрались сегодня все здесь, чтобы подойти к Голгофскому кресту. И как тот разбойник попросить о милости. Почему? Вы что, хорошие? Написано, ибо все мы много согрешаем. Да? В послании Римлян написано, нет праведного, нет ни одного. Все согрешили. Да одного не одного. Это наш портрет. Мы все должны знать, что Бог вовсе не обязан нас прощать. Он вовсе не обязан нас прощать, оказывать нам милость. Он не обязан нас жалеть, благословлять. Как некоторые думают, а это его работа. Ну так же, да? Безбожник Вольтер сказал, вот это его работа. Но делает это он только ради любви к нам. Ради любви и ради своей славы. И это опять-таки нужно доказать самим. По благоволению воли его. Это он делает. По благоволению воли своей в похвалу славы благодати своей. В похвалу славы благодати своей. И в римлянном написано, и так помилование. Вот мы все грешники. Мы все подвержены суду. Мы все погибшие. Но мы ждем помилования. И так помилование зависит не от желающего. И не от подвязающего. Но от Бога милующего. Если вы даже захотели бы без Христа получить это помилование. И заработать его своими делами, своими поступками. Ничего не получится. Это только от Бога милующего. Я не знаю, как он находит. Что он в нас находит. Но он находит. И почему это от Бога предвели? Почему? Потому что он видит нашу нуту. Как написал пророк Иеремия. Вам всем известный текст. Лукавое сердце человеческое. Да? Лукавое сердце человеческое. И крайне испорчено. И кто узнает его? И дальше там написано. Я Господь проникаю в сердце. Нам очень важно это понимать. Что хоть мы и прощут. Хоть мы и оправданные. И любимые Богом. Но являемся грешниками. Аминь. Мы прощены. Мы любимые. И мы все-таки верим. Потому что только когда человек осознает свое подлинное положение. Своё состояние. Свою грязь. Свою нечистоту. Нищету. Только тогда Бог проявляет эту милость. И только тогда Евангелие благодать ему. Просто поражает. Ошеломляет человека. И он уже не помнит себя от радости и восхищения. Тогда я понимаю, кто я есть. И меня Бог возлюбил. Вот вы только подумайте. Мы заслуживаем смерть. Мы заслуживающие смерть и получаем помилование. И наш строгий грозный судья становится нашим другом и спасителем. Вот такая метаморфоза. Благодать и спасение они неразрывно связаны как причиной и следствия. Вот я вам такую подборочку сделаю из текста. Смотрите. Ну, они знакомы. Ибо благодать ему спасение. Да? И следение от вас. Божий да. Да? Вот. Ибо. Вот. Титул. Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человека. Опять-таки. Благодать. И римлянам. Но ныне независимо от закона явилась права. Божия. Правда через веру в Иисуса Христа. Скажите. Аминь. 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 Я сейчас вам о нем. И о нем. Вернее. 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 В тот день. Откроется источник. Дом Давида, вот жителя Лос-Абима, для мысли греха и нечистоты. Жертва Христа – это источник. Неиссякаемый источник, омывающий всех, кто признает свои грехи и пострадает. Тех, кто призывает имя Господа. Это источник, это кровь Христа, которая очищает нас от всякого греха и делает снега люблей. Аминь. Об этом нам говорит Библия, об этом нам говорит Слово Божие. Но если человек не ощущает себя грязным, ну не ощущает, то нет нужды, естественно, и в области. Не правда? То нет потребности в очищающем средстве. Зачем мне прощение и очищение, если я, извините, добр, я бескорыстен, я люблю семью, я не этому. Ну, если я грешу, так чуточку, чуть-чуть. Да? Ну зачем? Ну, есть такие стишок, которые, бессильный, грешный, жалкий я, перед тобой склонюсь, ты Бог мой, праведность моя, ты все во всем. Иисус. Аминь. Аминь. Вот если эти слова, вот этот стишок вам находит отклик в вашем сердце, то вы никогда не устанете петь хваду Божьей благодати. И будете поступать по его примеру, а не по своим желаниям, по хотям, понятиям. А он все устроит и воздаст. Повторюсь еще раз. Слова Иисуса, он сказал, ищите прежде всего царство. Да и правду. А все это вы видите. Есть несколько моментов, которые подкрепляют и возошвляют нас, души, истинно верующие. Первое, это благодать. Что это? Это искупление, это прощение и оправдание вечного. Вот вдруг. Благодать. Это искупление, прощение и оправдание. А церковь, это место, где это можно, об этом можно узнать и где это можно учить. Это собрание вызванных из мира, экклессии, вызванных из мира святых, но, к сожалению, грешных людей. И оправдание их, это просто воистину сказочный, чудесный, непонятный переход из состояния осужденного на смерть преступника в положение возлюбленного сына. Получающего еще к тому же наследство. Да еще и какое, да? Наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах. Хранящемуся в надежнейшем небесном банке, где нет ни инфляции, ни девальвации, где воры не подкапывают и не продают. Хранящиеся в церкви не на небесах для вас. Верующие получают все это даром, как мы уже сказали, по благодати, по богатству благодати. Но, понимаете, вот тут есть несовмещение такое, ну как это, даром, и вот, это нам оно достается даром, да? Ну, Богу-то наше прощение и наше оправдание обошлось очень и очень весьма дорого. Ну, так вот, смертью сына. И вот в послании Римлян, я еще делал другую подборку, написано, «Сов, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам не сына». Или же в послании Коринфян, Павел пишет, «Бог во Христе». Сам Бог был во Христе. «Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления». Ну, и, конечно, последнее, это Римлян. «Получая оправдание даром, по благодати и искуплению во Христе Иисусе». Аминь. Спасение – это второе, это центр, это фундамент, это сердце Евангелия. Спасибо. Если вы не уверены в своем спасении, вы не приняли его. Вы не приняли эту благую радость. И Новый Завет, он раскрывает этот дар в контексте всего плана спасения, который начался еще до сотворения мира. с предвечного избрания. И завершится, когда церковь возьмется во славе на небесах. Мы поем, когда поздравляем с днем рождения, такой гимнус «Ты был занесен тоже в Божий план». Там, на небесах. Там давным-давно ты был занесен тоже в Божий план. Вот это вот оно. Апостол Павел пишет об этом в послании Гимлян. Давайте мы прочитаем. А кого он предопределил, конкретно, кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Аминь. Ну, вдумайтесь вы, кого тех, кого тех. И тех уже прославил. Они уже на небесах сли. И более подробно о спасении Павел пишет в Ефесской церкви. Где вот тут держали, тут опять-таки подборочка вот такая. Посмотрите, их четыре стиха я взял. Бог уже благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Аминь, да? Уже благословил. Потом он пишет о предвечном избрании и усыновлении. Предопределил усыновить нас. Потом затем об искуплении и прощении грехов. И затем он пишет, что мы сделались наследниками по его воле. В нем и сделали наследниками. Был предназначен к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей. По изволению воли своей. Он совершает все по его воле. Все совершает. И затем он повествует нам о державной, могущественной силе Бога, благодаря которой мы веруем. Мы думаем же, что мы веруем сами по себе. Вот я захотел, у меня что-то тут стукнуло в голове, открылось. Я поверил. И что подумал? И как безмерно величие могущества его в нас, верующих, как? По действию державной силы его. Вы веруете благодаря его силам. И этой силой он воскресил Христа из его звездах и оготворил нас, мертвых по преступлениям наших. Павел описывает все это, как один великий замысел спасения. И пишет, что благодать является побудительной силой этого замысла. Побудительной силой. А конечная цель выполнения этого плана является хвала и слава этой чудной Божьей благодати. Все сводится к этому. Вся слава Богу. Соли део глоби. Дабы явить в предыдущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам. До Христе Иисусу. Аминь. К чему я это говорю? Христианин может радоваться. Я поначалу удивлялся словам Павла, который написал из тюрьмы, послания Филиппицы. Там шестнадцать раз вызывают краблости. Радуйтесь. Еще говорю. Радуйтесь. Всегда радуйтесь. За все благодарите. Ну как? Как-то это не совсем. Но христианин не может радоваться, сознавая, что его приход и обращение к Богу не случайность. Но это дело Божье. И часть его вечного замысла. Это замысел Божий. Это его. Если сам Бог обещает довести исполнение своего плана до конца и для этого использует свою могущественную державную силу, то этому ничто и никто и никогда не сможет помешать. Ибо я уверен. Дух Святой через апостолы Павлов пишет. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни амнила, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь. В общем, ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господи нашим. Аминь, аминь и аминь. Хочется, если я тоже спешу. Он дивный Бог, дела Твои сияют красотой небес, но благодать Твоя стоит превыше всех. Так что мы знаем, что и звезды могут угаснуть, и небеса свернутся в святую небесу. Наготелания Божьи будут стоять и будут исполняться всегда. Все знают, что ибо небо и земля придут на слова Марины. Неприлу. Неприлу. План спасения будет успешно завершен, и все истинно верующие узрят в лицо Господа. И будут вдесниться Его, в блаженстве Его во веки и веки, то есть на всех дать. И как вы помните, Иисус сказал, не радуйтесь тому, что вы получили квартиру, или вы получили новую машину, или вы раскритались с долгами, или вы еще там что-то сделали. Он говорит, радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах, то, что вы имеете жизнь вечную, что вы будете самым самым. Вечно блаженство, понимаете, не шестьдесят, семьдесят, восемьдесят лет, а вечно. Мое блаженство, это блаженство. И третье, это благодать-сохранность святых. Знаете, я знаю, что многие, кто не ходит в семинары, это слышали в первый раз. Благодать – это залог сохранности святых. Залог. Что такое залог? Вот когда мы в чем-то неуверенны, да, купят у нас или не купят, или приобретут я… – Обеспечил необязательства. – О! Витяка. – Тихо, спасибо. – То есть я даю что-то, чтобы быть уверенным, да, в том, что я это получу. Как мы сейчас выяснили, что план спасения непременно исполнится. И будущее христианина надежно. Как написано опять-таки у апостола Петра. Потому что мы силою Божьей через веру соблюдаемся ко спасению. Не Своею силою, которая есть слабость и несовершенство, да, а силою Божьей мы соблюдаемся ко спасению. Бог нас соблюдает. И нам не нужно поэтому дрожать от страха, что мы вдруг не устоим в вере, упадем и погибнем, и будем в аду. Сам Спаситель Христос сказал, Отец Мой, Который дал мне их… Знаете, вы думаете, Отец Мой, Который дал мне вас, вас дал мне… Больше всех, да? Ну так написано или не так? Он больше всех. И никто не может похитить вас из руки отца Мого. Аминь. Ну никто. И вы сами. Вот я вот захочу и уйду. Ну попробуй. Уходи. И Филипплицев 1.6 Павел Духом слесил опять таких произносит. Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже на дня Иисуса Христа. Не может быть. Не надейтесь. А будет совершать его. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Сидите, как изменичурбат. Тут радость будет в небесах. А вы… Божья благодать привела вас к вере. Укрепляет ее. И поэтому сохраните до конца. Есть еще один. У меня поэтическое такое настроение. Меня учила благодать, боится помпить. Она во мне, чтобы поддержать, спасти и сохранить. Аминь. Аминь. Она во мне. Да. Она меня нашла. Так. Учение Нового Завета. Я хочу, чтобы вы это знали и разумели. Это спасающая благодать. Спасающая благодать. А наш ответ. Этика, что мы называем Завета, это наш благодарный ответ. Почему я с самого начала сказал. Что добрые дела, хорошие дела, замечательные дела мы делаем не для того, чтобы заработать принятие Бога, а в ответ на Его любовь, на Его милость, на Его благодать, на Его спасение. Вот так. И, естественно, любовь побуждает ответ на любовь. Ну, вы это знаете. Вот. А пробудим же, когда любовь несет радость, несет свет. Божье Слово учит, что принявшие обиды благодати, они созданы на добрые дела. И они их будут совершать. И они будут ревночны к ним. И будут совершать их не чтобы возвысился. А во славу Богу. Во славу Богу. Во славу Богу. Вот такой процесс. Вот такой процесс. Ну, если этого нет, возлюбленные. Вот если этого нет. Если вы не делаете дел и не ревностны к ним, и не делаете их... Если делаете, то делаете для себя, чтобы себя возвеличить. Я утром не стану солидным. Видите, как вы делаете. Если я это делаю так. То, если сердце из злости, если есть непрощение, если ищем Своего, а не того, что угодно Иисусу Христу, если делаем то, что нам кажется правильным, не посмотрим. И так, как мы считаем правильным исповедуемым, то, скорее всего, мы просто религиозные, душевные люди. Религиозные, которые исполняют, понимаете, какие-то морально-этические нормы, чтобы выглядеть, хорошо выглядеть в глазах других людей. И все. Но от них это не угодно Богу. Тут человеческая логика, он нам не поможет. Вот я вам хочу один текст. Иисус сказал. Ибо то, что высоко у людей, то мерзость перед Богом. И то, что мы там пытаемся, думать, вы меня похвалили, не забудьте. Это все нежность перед Богом. Но ежели вы дитя, то бойтесь и берегитесь. Потому что наказание может быть весьма суровым. И это написано. Ибо Господь, кого ненавидит, кого любит, того и наказывает. И дальше что написано? Бьет же всякого сына, которого принимают. А почему? Потому что мы несовершенны все. Правда? Кто там оскопился, кто там напортачил. Правда? Ну, учить-то надо, но не получает. Так что я говорю, если вы дитя будете, то берегитесь. Берегитесь. Потому что наказание будет суровым. Искренняя благодарность Богу, своего любого побуждает нас. Побуждает всякого, кто действительно не тщетному веку веру. Кто не тщетно принял благодать, побуждает жить по воле Бога. Постоянно искать лица. Быть в близких отношениях с Ним. И через это иметь дизнавение, иметь возможность приходить к престолу милости и благодати. Крестухам Богу за прощение, помощью и силой. Почему? Да потому что мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших. Но который подобно нам. Он был в этом же костюмчике, как мы. В этом же теле бренном. В греховном теле. Искушен был во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дизнавением. Иисус знает все. Он знает все, что случается с вами. Что в вас гложет, болит. Поэтому приступаем с дизнавением к престолу благодати. Чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Аминь. 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 Сейчас, дорогие, мы прославим Бога. А затем, перед совершением таинства и причастия, будем молиться и просить нашего Господа, чтобы Он просветил на нас все. Дух Святой показал нам грехи наши. Дал нам Дух покаяния. Дух покаяния. Чтобы мы молимся.